Жизнь убили за то, что советский КС был туда-сюда, чтобы лишнего не наговорил. Сейчас опять возвращаемся в этот самый. Ну, опять, может, в следующей жизни все-таки получится стать чемпионом по профессиональным боксам, да? А может, по шахматам. А может, по шахматам. А может, по шахматам. Шахматы и бокс. Шахматы и бокс, да. Ну, где-то передача была, люди с этими, с какими-то, вела Рогозина там, она сидит в суде. Лотая Рогозина. Она там, она с чемпионкой мира. Очень красивая девушка. Да, и вот она вела какой-то там два боксера и в шахматы играли. Не видели, нет, вот эту передачу? Кстати, отношение к женскому боксу. Женскому боксу, да. Почему у вас так? Короче, на самом деле, ну... Ну, на что? На ничто время развиваться. Шикарно, шикарно ли спорту, нравится, нравится девчонкам боксом заниматься, ну, пусть тренируются, ну, я против. Я не то, чтобы против, я не могу против быть, короче, но это как бы им нравится, пусть и занимают. Ну, мне кажется, по моему мнению, должно быть просто облегчённое какое-то, бой побольше защиты. Не, просто когда я смотрю, когда вы в ММЭ, там, девки улупят, в руку убивают. Мы сейчас про бокс говорим. Да, мы сейчас не говорим про ММЭ, мы сейчас говорим про бокс. Да, вообще. Хотя мнение боксера про ММЭ тоже было бы интересно услышать. Слушайте, а что можно сказать про ММЭ? Ну, вот вы видели по этому самому рукопаший бой, там, таких в касках, там, во всех этих самых... За все, за все эти пять боёв я практически ни разу не ударил рукой. Ну, может быть, один-два раза, короче. Так мне поралось бить ногами, прям с удовольствием. Это был ММЭ, да? Ну, Армейская, 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 да-да-да. Я что там не увидел, у меня Метропава, подойди к Лёгераме, я ем-нень. Так поралось бить ногами, но бороться тоже надо у меня. Да, в какой-то жизни тоже было, наверное. Да, в какой-то жизни, там, в финальной, короче. Очень понравилось, но, ну, это, как бы, другой вид спорта, то есть, на самом деле, к этому надо пристрастие иметь. Бокс на кулаках, мнение боксера, можно сказать, профессионала. Я категорически против. Почему? Ну, бьют кулачник, да, бьют кулачник, да, бьют кулачник, да. Ну, я против. Я вообще, ну, как бы, я видел, посмотрел, право, как бы, драться. Если люди хотят реализоваться в этом, если они готовы, да, ну, я в любом случае против. Если кто-то, если, короче, кто-то придет ко мне, научу меня бить, я вот хочу на кулаках драться, ну, я откажу, скорее всего, потому что, даже я вам скажу, что вот я там заплачу и прочее, дело не в деньгах даже. Ну, дело в том, что бить кулаками по лесу человека, это просто больно, конечно. Ну, это, ну, мне, мне кажется, это неприятно. Потому что, конечно, самое главное, знаете, в перчатках можно. В перчатках можно, в бинтах даже можно, хорошо. Ну, это вообще больнее, да. Смотри, вы знаете, для чего боксом занимаются люди вообще, руки боксера, короче, и голова, это антенны. И они всегда чувствуют, где можно отхватить, короче, и там не ходят. Поэтому, короче, 100%. Ты думаешь, если попал в сложную ситуацию боксер, ну, как правило, побеждает в этих ситуациях, но если попал в сложную ситуацию, то это, скорее всего, потому что, что-то, короче, перестал хорошо тренироваться. То есть, если хорошо тренируешься, то в такую ситуацию не попадаешь. Да, да. 100%. А потому что, если тренируешься, то тебе некогда попадать в ситуацию. Да, да, да. Это простая вещь. Это антенна, короче, голова и эти антенны, которые чувствуют, где можно отхватить. И туда не ходят, короче. Потому что во время поединков в боксерских, в борцовских схватах, хочешь не хочешь, начинает, я имею в виду, когда более-менее серьезные соревнования, не только для здоровья, там начинаешь понимать, где ты можешь хватить буквально. И ты автоматически проходишь мимо, мимо всего этого. 100%. Ну, да, так и есть. Ну, особенно, когда хорошо тренируешься. Вот поэтому и надо, чтобы не попадать в ситуацию дурацких. Да. Чтобы где могут быть. Потому что ты не ноги, они, хочешь не хочешь, они тренируют голову. 100%. Потому что, как каждый тренировок, это не просто удары по мешку, а каждый тренировок, это работа перед головой. У меня еще такая теория, что мы бьем руками, да, ну, головой защищаемся. Давление в голову, короче, больше идет, потому что пояс в верхней конечности больше работает. И кровоток, соответственно, головой лучше. Человек умнее становится. Я еще раз говорю, что надо, если мы только занимаемся боксом, и даже не читаем, не изучаем какие-то науки, то, конечно, знаний не прибавится никаких. И на вопрос, сколько дважды дважды будешь думать. Да, ну, и как бы понятно, что надо развиваться самому. Опять же боксеру, вот, например, есть антинаучная теория, говорят антинаучная, о плоской земле. Ну, антинаучной. А, антинаучной. И глаза, кстати, в общем, все любят. А, кстати, на 40 верят, да? А, смотрите, нет. Восказа земли? Нет, смотрите. Смотрите. Нет, 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 нет. Нет, 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 смотрите. Мне можно, потому что я же боксер, конечно. Ну, на самом деле, как бы, все просто. Мы можем верить в круглую землю и понимаем и знаем, что она плоская. Это очень глубоко, конечно. Но мне можно, я же боксер, голова отбита, ничего не понимаю. Смотрите, если... Я же сам, на трёхке, так. Как вы сказали, Юрий Волода? Да, да. Если вы послушаете, что он говорит, ну, внимательнее, то вы тоже поверите. Он просто доказывает, что... Он не доказывает, он просто показывает, короче, что вода не сгибается нигде. А вода не сгибается, как ни странно. Как она? Она ровно лежит. А ещё, знаете, есть два прибора, строительных, короче, два строительных прибора. Ну, довольно точно. Вот, сами я знаю. Отвес. Отвес. Да? Вниз. Помпиндикулярность показывает, да? И гидроуровень. Ну, ну, ну. Ну, который сто процентов, говоришь, что земля плоская. А вы... Не, вы даже... Вы даже не представляете, как это... Ну, просто мы можем верить, можем не верить, да? То есть, в детстве научили, что вот шар летит где-то в космосе, короче, да? Но в Бога верить надо, правильно? Который создал вот хаос, короче. Где-то запустил землю куда-то, она летит, расширяется, всё, короче. А, например, почему мы не верим в Бога, который создал купол, короче, и плоскость. И держится на трёх китах, и на дочери плане. Подожди, может быть, на трёх китах, может быть, на трёх слонах, а может быть, и на четырёх, на самом деле. Тут дело такое. В общем, мне кажется, что надо... Плоский торт, короче. Чтобы нам дальше идти в эти дни. Да-да-да. Ну, всё, ну, сделаем. На самом деле, как бы я для себя сделал, какой вывод для того, чтобы, ну, как борец, для того, чтобы как бы всё-таки везде, во всём находить что-то полезное, надо общаться совершенно с разными людьми. Обязательно. Вот. И обязательно нужно внимательно выслушивать, что они говорят, понимать, где юмор, там плоская земля, там, как я считаю, что юмор, да? Не знаю. Не знаю. Я сейчас... Я юмор, а не правда. Сейчас выключится камера. Я вам докажу. Она болтская. Я вам докажу. Мне очень понравилась тела, к которым мы пришли, о роли тренера, о задачах, ну, конкретно, бокса, да, для человека, да, что он должен быть. Это не машина для убийства, как он начинает. Это нормальный человек, который готов к каким-то ситуациям, и который в своём режиме развития, ну, в жизни, да, имеют искусство бокса. Мне кажется, тут это самое главное, и очень была хорошая фраза сказана про то, тренера, а тренера, который ставит сразу в группу неподготовленных людей, надо уходить сразу же. То есть, надо очень включать голову, когда пришёл, ищешь. Понятно, что сейчас проще интернет, залез, посмотрел, отзываешь, как он работает, вот. Ну, иногда бывает, люди, которых в интернете не знают, не скажут, да, и ближний, завтра пришёл, в отвал какой-то, я начал тренировать, и оттуда увезли в больничку. 100% не дай бог. Это такой, не дай бог. Включать голову для того, чтобы знать, куда идти, зачем идти, и должна быть какая-то цель, что ты от этого хочешь, потому что просто идти в боксе для себя, это настолько обширная фраза, она неправильная. Надо, для чего ты пришёл, для чего для себя. хочу добавить к этому, в первую очередь, в первую очередь, надо не бояться и не стесняться этого тренера, любого, меня там, ещё кого-то, и сказать о своих, опасности себе. Просто придавить, я не хочу, чтобы меня били по голове. Всё, да. Всё, надо, а человек стоит, его поставили спорную, бам-бам, тренер с огнетушительным, бегает, искрой из глаз, короче, сцепляться, такие, в фонтаны, короче. Да ты что, сам-то не можешь сказать, что я не хочу, но, зачем подставляться, подставляться? Очень стеснительный, вот, не надо никогда стесняться, у меня есть опыт хождения на тренировке к боксерам, и скажу, что я не стеснялся, я просто не говорил, я просто включал борьбу, когда такое начиналось, это было у техноложки, там где, помните, был зал дегустационный, там какой-то зал, в подвальчике, там был, причем зал хороший, я приходил в этот же зал, будучи в одном охранное предприятие, там нас руководитель был боксер, и он нас всех заставлял ходить на бокс, и я тоже, Каргопов, по-моему, вот, и мы ходили туда, вот, но там все было нормально, а в другой, зал бокса я пришел, ну, в легкую, в легкую, ну, в легкую, как обычно в боксе, один зацепил, второй, плюс чуть больше, этот еще больше, этот больше, и пошло-поехало, и меня спасло только то, что я немножко умею бороться, потому что вошел в корпус, он уронил, как бы, присушил, он говорит, что ты делаешь, это же бокс, я говорю, ну, не надо так бить меня, больно, ну, а если не умеешь бороться, и сказать ничего, я говорю, надо отказывать, нельзя себя, то есть, надо себя защищать, защищать, любым способом, которым вы можете это сделать, да, сначала надо научиться, способы защиты, понимать, откуда может прилететь, как прилететь, потом уже, в конечном итоге, конечно, в парках, в любом случае приходится стоять, потому что бокс, это бокс для дворех, там, да, Андрей Георгиевич, ваши выводы по итогам, вот этой встречи, ну, во-первых, я рад видеть вас, это просто, взаимно, Леху сто раз, сто лет не видел, вас, Андрей Иванович, ну, поскольку передача у нас была такая, посвященная именно на бокс, я много чего, такое интересного узнал, конечно, именно про удары, которые, без поворота, можно бить ровно, и для этого требуется, более того, можно вот так ударить, количество времени на это потрачивается, очень большое, особенно на перестройку организма, если ты всю жизнь боксировал так, бить можно так, почему, вот, как мы про детский бокс спросили, про любительский, профессиональный, про детский, скажем так, про детский, смотрите, если вы обратите внимание, три раунда, и к третьему раунду, боксеры уже сопли, короче, и уже еле дышат, короче, и прочее, обратите внимание, не всегда на дальней дистанции боксируют, профисоветский бокс, советский бокс, так называемый, всегда дальняя дистанция вырезана из боя, средняя и ближняя, почему мы потом проигрывали, а? то проигрывали в среднюю дистанции, значит, дальняя дистанция, она более безопасна, ну, конечно, более безопасна, поэтому и делали как бы этот бокс ну типа уж он там ну советский на дальней дистанции ну деваться некуда человек здоровый он мощный стоит там парень кто-то там прыгает прыгает кто-то такой махнул и нокаут тяжелый ну в принципе вот вам бокс и случился вот такой бой дальней дистанции вблизи на средней дистанции уже все по-другому технологии бокса надо чувствовать здесь то я еще могу там что-то атака справа так и слева вблизи уже вблизи ты стоишь вот у тебя вот здесь удары ты сама жуда и и тут пропустить можешь и сам ударить может может сильно ударить можешь слабо ударить а тут же удар это пойдут очень страшно средний дистанции ближний очень страшно мне вообще вот я прям какой-то сам было и самое интересное что боксера оказывается это высоко интеллектуальные люди это не просто какие-то боксеры там я думаю что вот сидит представитель нашего советского бокса алексия нет или российского бокса но который плавно перешел из советской все-таки школы поэтому я считаю что встреча сегодня прошла она достаточно таком интересном уровне но вы получили ответы на вопросы на наши ваши ответы вы сейчас бог даете профессиональный и получается что профессиональных но грубо говоря добавил просто ближнюю среднюю дистанцию в дальней но хорошо если тебя попросит ученик например а сделать ну спортивную карьеру профессиональную как ты сможешь это сделать например я короче если мы увидим в нем когда мы обратимся к моему другу александру борисовичу и губу который промотором является вот и он соответственно все скажет да это правильный подход к делу давай сделаем давайте делать украшение принимать ну что дорогие друзья будем прощаться ну вот я думаю что мы еще увидимся в этой студии на мой канал тоже подписывайтесь тренер алексей асокин потом будет тоже очень интересный приходить тренироваться в динамит динамит это бомба адрес и улица чили в 13 б улица чили в 13 б какой этаж а там главное бритья там просто это там очень это самый крутой центр спортивный по боксу и вообще 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 вплоть до бомбинтона и пляжного волейбола а кто борьбу там дает кстати там и борьбы зал и стажер должен быть если за лучший зал борьбы должен ягода попросами или мягкий ковер потом я видел такие где с полками ходит короче какие-то борьбы вроде бы нету или есть надо узнать так что все спасибо благодарю всем всем до свидания до новых встреч крепкого здоровья пошли печально или лучше мы сядем здесь динка давайте так выключаем